Арефий Лукич Зурнин в Черновушку приехал по первой зимней дороге. На два месяца в году сковывает мороз порожистые горные реки. А в сельсовете не было ни души. На окнах и на столе валялся разный бумажный хлам, покрытый давней пылью. На стене висел госстраховский плакат с огнебородым мужичком. В переднем углу медный складень с распятием, позеленевшим от сырости. Углы в избушке проморожены все, дверь не притворялась как следует. К сельсовету на колокольце подошло несколько бородатых мужиков в черных и коричневых зипунах, в высоких раскольничьих шапках с четырехугольным плисовым околышем. — Путем дорогой. Далеко ли Бог несет? — отвечая на поклон, спросил Зурнина один из них. — Из волости. К вам. Посмотреть, как вы живете тут. И приезжий приветливо улыбнулся. А мужики нахмурились. — Каждую зиму приезжают смотреть, не надивляться. — А че тут смотреть? — Чтоб тебе повылазило. — И без смотря все видно. — Пала полу прикрывает, и ладно, и все. За большим не гонимся. Нече тут смотреть начать. — А председатель-то кто будет? Мне бы квартиру бы мне, — сказал Зурнин, словно не замечая этих суровых взглядах. — Дорожка-то к вам пень до колода, птицам только летать. Одни направления. И узкое сухощавое лицо приезжего опять невольно заулыбалось. А лица мужиков все хмурились. — Самоха сухо в председателя ходит. Да с промысла еще не воротился. Баба у него за сборней доглядывает. А писарь осенью еще в город поехал. Сказывают, вернуться должен бы. Да видать, в городу у вас там слаще будет. — М-м-м. Понамазу она. М-м-м. И бородачи многозначительно переглянулись. Приезжий все так же умышленно, не замечая явной недоброжелательности раскольников, разминая затекшие колени, попробовал отшутиться. Хоть как. — Ну, где кому слаще? Это еще и неизвестно. Вы ведь тоже мужички медовые, пчелами не обижены. — Вокруг деревни в каждой щели пасека. — А ты уже на ульи наши поди пересчитал в омшанниках там все, да? — Все уже побачил. Мрачным басом сказал один из раскольников. — Я тебя расколю. Лохматый такой, как водмедь. Весь в глянцево-смолистом волосе. Аж до самых глаз. — Мы тут на руках мозоли натрудили. А вы вот такие наблюдатели, видать, на языках их и набили, да? Эх, только там и можете набить, мозолите. Не унимался медвежеватый раскольник. Зурнин, казалось, не слышал его слов. Смотрел на высокие рубленные дома до Петровского образца, на черные в пихтаче горы, на горбатые увалы, обступившие широкую долину. И вспомнились слова секретаря Волкома. — Хозяйничавшие здесь работнички искусственно затянули советизацию раскольничных пограничных деревень. — Там ты столкнешься с тем, чего уже давно нет нигде. — Так что будь осторожен и мудр там. — Эти черновушки — самое большое наше место во всей губернии. — И начинать там надо. — Почитай, что с Азов. — Далеко. Реки, горы, лес, бездорожье. — Тринадцать месяцев в году. Наши уполномоченные месяца два посидят, медовуху попьют, свое отбудут там, и все. Домой давай, да побачене. — Не зря тебя губком направил к кержачкам. — Угу. — Ай, красота-то какая! Красота! Лепота у вас, мужики, здесь. — И вы тут прям живете, — сказал друг Зурнин. — Я ровно бы и не видывал таких широченных привольных мест. И снова это узкое, суховатое, обросшее за дорогу лицо его осветилось улыбкой. Кария с искринкой глубоко посаженные глаза под просторным лбом глядели дружественно. Даже заметный темный шрам над левой бровью не делало лицо его хмурым. Смелость, веселье и радушие прямо светились в нем. И бородачи вновь не отозвались ни одним движением. — Пустое место! — У-у-у! — Кремешки, ой, кремешки! Ну да, поживем, увидим. Зурнин сбросил на сани тяжелый, надавивший за дорогу плечи бараний тулуп и, оставшись в легонькой, охватившей талию бобриковой куртке, повторил. — Дело уже к ночи. Квартирку бы мне. — Кх-х-х. Квартирку тебе не знаем. И посоветовать негде. — отозвялся все тот же мрачный бородач, заговорщицки оглядывая мужиков. — Куришь, поди. — Балуюсь. — Ну так кроме верешки Миронихи тебе и остановиться тогда негде. — Ямшик, вези его к верешке-то. Вези. Вывози отсюда. И по бородатым лицам мужиков скользнули чуть заметные улыбки. — Ага. Нехай еде. — Зурнину шел тридцать второй год, когда судьба его забросила в это захолустье. Принадлежал он к тем беспокойным новым людям, которые перестраивали мир и которым нечеловеческие трудности их работы, казалось, не только не были в тягость, но они сами искали их и даже не представляли себе никакой иной жизни. За все эти годы скопил Арефий Зурнин имущество, как говорили о нем хорошо знающие его товарищи-коммунисты, выгоревший на плечах пиджак, неизносимую бобриковую куртку эту самую, да и кожаную, модную для того времени шапку с пуговкой. Зато друзей у него было немало, и землю советскую он прошел из края в край. — Не имей сто друзей, — моя баба оборыла. И как-то уж получалось так, что он без зова всегда оказывался там, где было всего-всего труднее. Первый приходил на явочные пункты, когда дело касалось первую очередь коммунистов. Были ли а то призывы на фронт или поездки за хлебом на Кубань для голодающих городов, он не искал никогда легкие дороги. И всегда ухитрялся оказаться именно в таких станицах, где перед самым его приездом от выстрелов из обрезов куркулей падали замертво все заготовители. В 1923 году Зурнин вызвался добровольцем в Восточную Бухару и пробыл там около двух лет, пока не была ликвидирована последняя банда. Все их перестрелял. В больших плотничьих артелях есть такие подбористые сухощавые мужички, которые при переноске тяжелых бревен, подъеме лиственничных балок на венцы всегда почему-то оказывается под комалем, где впору устоять и двум. Избыток ли физических сил или беспокойная душа толкала таких людей в горячку работы, но только им всегда как-то не сиделось на одном месте. И Зурнин, почувствовав, что без него, пожалуй, не обойдутся теперь, брал в походную сумку зубную щетку, полотенце, трусы и мусы, а самое главное путевку партийной организации, и уезжал с поручением в новые места огромной, наново переделываемой своей страны. И вот так вот, попав, наконец, в родную Сибирь, оказался он и на Алтае, а чуть позже, по заданию губкома, и в самой отдаленнейшей из его деревень — Черновушке. Добро пожаловать! — Да как же это? Да чем же я, победная головушка, подчивать-то об тебя буду, гостенник дорогой? Похаживая вокруг Зурнина, рассыпалась вернее Мирониха. — Знали, куда? Привезли. — Певца Медова, не хочется ли? — Аль самосадочки? — Первый сорт. Спичку поднеси — сразу же загорит. Синим пламенем. Зурнин только молчал на все это. — Ну, уже не знаю, не знаю, чем я упочу и гостеньку с дорожки. — У меня, гражданочка, кишки смерзлись. — Чайку бы, а? — Не до курева. И проезжий потер руки и бесшумно заходил по комнате в новых, несгибаемо жестких, точно сделанных из дерева белых валенках. — Да что ты, сизоголубь мой, — сплеснула пухлыми руками молодая вдова. — На чай у нас запрет наложенный. — Не можно. — Кто чай пьет? — От Бога отчаянный. — Вот так говорят у нас старики. — И что, и чаю не бахнем? — Нельзя. — Не можно. — Лучше уж медовушке и сморозцу. Она, медовушка-то, и ногам, и мыслям попрыгун. — Уговаривала, многозначительно улыбалась Веринея. — Ну, давайте, пожалуй, кружечку вашего попрыгуна. — Попрыгаем. — Невольно улыбнулся он в жесткие, коротко подстриженные усы. — И всего только целковенький за четверть этакей-то благодати. Всего-то целковенький. — Не пиво, а огонь! — восхищенно прошептала Веринея, вытаскивая четвертную бутыль с черно-коричневым медовым пивом. — Спирт! — И она тихонько толкнула Арефе, Лукича в бок. — М? Зурнина аж передернула от развязности Миронихи. — Куда ты приехал? — Вот прохвосты куда направили. Знали, куда направить, а, деды, подумал о тех мужиках. Бородатые. И он выпил кружку пива, посмотрел на смешную со своими приподнятыми густыми бровями румяналикую Мирониху, и, увидев, с какой жадностью смотрит она на бутыль, сказал, — Может, и вы тоже выпьете стаканчик? — Бабахнем, а? — Ай, кушайте-ка сами. — Что это, право? — Самим с устатку не хватит. — Уж разве шу кружечку одну для ради первого знакомства, а? — За мной не пропадет. И толстуха снова многозначительно подмигнула Зурнину. В тепле, да после кружки крепкого пива, Арифия Лукича разморила, понесла и потянула в постель. Глаза сами смыкались, как те ворота, а в голове зашумело все. И он снял пиджак, оставшись в синей сатиновой косоворотке. Ну и без пиджака Зурнину было жарко. Он расстегнул воротник, обнажив жилистую белую шею. — Ну уж теперь и засну же я, хозяюшка. — В горницу-то проходите. Не знаю, как назвать величать вас, — сказала ему опять с какой-то особенной ласковостью Мирониха и снова легонько подтолкнула в бок. А утром Веринея напекла оладий, завернула пирог с калиной и с тем же радушием и заигрыванием она угощала гостя. Вечером Зурнин выпросился на квартиру к коммунисту-новоселу Станиславу Матвеевичу, снимавшему флегелек у раскольничьего попа Амоса Корпыча. — Уполномоченному товарищу даю главное решающее слово по порядку дня, — уверенно сказал давно заученную фразу, всегда председательствующий на собраниях Акинф Овечкин, и с явным удовольствием опустился на лавочку. — Ты кто есть такой? Из каких таких квасов? — насел назурнена рыжий пьяный мужичонка Емельян Прокуткин, прозвищем Драноноска. — Из таких каких будешь? — Как тебя там наквасили? — А? Рефи Лукич неторопливо раскладывал на столе бумаги, делал на некоторых пометки карандашом и складывал их в стопочку. В спокойных движениях его рук, в твердом взгляде острых карих глаз, чувствовалась сила и власть. — Товарищи, — обратился Зорнин к собранию. Емельян Прокуткин снова взвизнул на всю сборню. За ним загудели и еще несколько пьяных мужиков в задних рядах. — Товарищей себе нашел, табашная душа. — Опять уговорщик приехал. — Старо плохо, ново хорошо. — Да? — Рассказывай. — Слыхали мы это. — Давай еще. — Хе, да надоело. На уши оскомину набило, но притерно-сладко. — Граждане, я не начну доклада, пока не перестанут шуметь. И Зорнин сел. Сухощавое подвижное лицо его побагровело, шрам над левой бровью угрожающе потемнел. — Да будет вам, граждане! И выставил вперед, потрясая рукой, Егор Егорыч Рыклин, выделявшийся среди рослых мужиков своей коротконогостью и большой головой с вишневой шишкой на лысине. — Где так-то, как у нас деется, на каких съездах? Не мешайте обсказываться человеку. На всех собраниях Егор Рыклин наводил тишину. Всегда так было. Тишина должна быть. И спокойствие. В библиотеке. Он всегда давал указания приседателям и докладчикам. Первый голосовал и с поднятой левой рукой правой подсчитывал голоса. — Мужик востроголовый! Слухайте! — Хм! Одним словом, Соломон. — Практикант. Знает, кому на какой козей с какого боку подъехать. Знает, как подпрыгнуть. Ага, тыгадык, тыгадык. Умеет дешуточкой подвострить обрубистую свою речь. Кого подкопнуть забористым словцом сбоку, как с сапожным шилом бжат. Вот, все умеет. Практика. Практикант. — Хм! Совсем комиссар у нас, Егор Егорыч. — говорили о нем черновушанцы. — Товарищи! Снова поднялся Зурнин, когда мужики утихли. — Советская страна — это шестая часть мира наша. А это куда больше, чем ваша черновушка. Зурнин, прищурившись, оглядел всех мужиков и улыбнулся. И на этой шестой части суши рабочие и крестьяне свергнули царя, капиталистов, взяли власть в свои руки. Союз нерушимый. — А, царя сверзили. Ишь чем похвалиться. Заорал, тряся мохнатой черной бородой, а в том пежен. А, в томный. Выпивший перед собранием на спор четверть чужой медоухи. И пришел. И слухаю. — Ишь чем хвалиться, а? Царя ваны сверзили. Свернули. Я тоже могу. — Граждане, не перебивайте оратора, — остановил его Егор Егорыч. — Во-во! — Вы, бежавшие в горы и леса, трущобные от царского насилия, от притеснения церковного? — Обсидевшись на богатом приволье и взятками откупаясь от чиновников, вы не представляете себе и сотой доли того, что пережили рабочие и крестьяне всей нашей страны под гнетом царя, помещиков и капиталистов. — Помещиков, купцов тоже не поддергивай. Мы сами себе купцы, сами себе помещики. Кого хочешь, купим. — Да я и гайтан шею сниму. Удавитесь только. И волосатая в том угрошающий стал пробираться к Зурнину. Лицо его налилось кровью. О-о-о! Идет медведь. Голос аж сипел от напряжения. — Чудно, дядина, гумно. Семь лет хлеба нет, а свиньи роются. Мы ни под каким видом не желаем коммунного вашего счастья, братья. А вы нас каждую зиму усватываете тут. У-у-у-у, сваты. И до каких это пор будет? Да каких спрашиваю? Ну, чем больше бесновалось собрание, тем спокойнее и тверже становился Зурнин. Не обращая внимания на того пежина, Рефи Лукич снял пиджак и повесил его на стеночку. Потом от жара и духоты расстегнул воротник рубашки и только тогда повернулся к Автому. — Как ваша фамилия, гражданин? — Секретарь, запишите в протокол. Пьяный безобразил на собрании. Рефи Лукич сказал это, не повышая даже тона, даже не взглянув на волосатого мужика. — И Автом попятился, сразу же втерся в задние ряды. Затки-затки, рачки. — Сытый и голодного не разумеет. Вы не знаете, как вымирали российские малоземельные крестьяне, как расстреливали игноили в тюрмах рабочих. Вы не знаете этого всего. Зурнин долго еще говорил. Лицо его покрылось каплями пота, голос перехватывало. А сказано было еще далеко не все. Переводя дух, он услышал схрапывание Емельяна Прокуткина. Рядом с ним сидел протрезвившийся Автом Пежин и щекотал соломиной у Емельяна в носу. — Сейчас пчихну. И отчего спящий испуганно встряхивал головой. — Ра! Ра! Стоявших неподалеку бородатых мужиков эта забава, видимо, сильно занимала, и они щурились и тряслись от сдерживаемого сверху. — Что же вы жёте? — Что же хочешь? — Сильно хочешь? — В мере, если не хочешь. — Ну, дай поспать. — Как в стенку, а, горохом, — подумал Зурнин, оттирая потную шею. Он внимательно приглядывался к людям, видел настороженно недоверчивые лица, ненависть открытую и ненависть скрываемую под елейным благодушием, и вперемешку с ними глаза, лучащиеся искренней теплотой сочувствия и радостью. Он всё это видел, как на просвет. Вот этот, с побитым оспой лицом, и тот, всё время протискивающийся вперёд, бывший партизан. И вон тот, темнолицый. Ударю-ка в лоб, а бодраки да беднота и здесь, как и везде, есть. Везде они. И Зурнин стал говорить о председателе сельсовета Сухове. Ему хотелось крикнуть, что этот кулак, укрывший от облажения моральники и пасеки богатеев, но он сказал совсем другое. Сухов – зажиточный мужик. Моральники пасека летом, а зимой с оболей промысел отрывают его от обязанностей в сельсовете. В сельсовете... Зурнин хотел было и здесь смягчить свою мысль, но перерешил. В сельсовете председателем должен быть преданный советской власти бедняк. Среди вас, я знаю, есть партизаны-коммунисты, бедняки и новосёлы? Есть. Белёзый, в щети недавно не бритых, сильно запавших щёк, кривой на один глаз мужик с острыми плечами, в старом вытертом солдатском полушубке протискался к столу и, не замечая своего волнения, шевелил губами. «Наш Дмитрий Седов!» – весело посмотрел на него Зурнин. «Эко добро будет, коль Гальтепа Новосельская в начальство ходить станет». «Последние штаны с миру спустят!» «Да!» – заговорил из задних рядов желтобородый старик Масей Анкудиныч. И мужики сразу зашумели. «Спустят!» «Да!» «Зубов кожу сдёрнут всю!» «Погоны шигараску петушонка да Митьку Кривого в совет!» «Галопузики!» – густым басом, как в бочку, рявкнул кто-то. «Из дрогожи не сделаешь, сыромятной кожи! Да не сделаешь!» Кривой мужик в вытертом солдатском полушубке хлопнул шапку. Оппал! Мах! И, гневно сверкая одиноким серым глазом, закричал иступленно. «Чёртовы хапуги! Кровососы! Хахоньки вам да хихоньки! Издёвки над пролетарией!» «Мы на фронтах гражданских страдали, кровь проливали, а! А вы тут баб наши худавкою давили, и с нас теперь кровь ещё пьёте!» «Белогорбуновцы глаз мне выбили! А вы смеётесь, да?» «Врёте! Не будет, по-вашему! Всех прищучим!» «Теперь вы уж прищучим! Не обманете советскую власть! Всех! Стеночки! Не обманете, как обманывали! Хватит уже всё! Отцарствовали своё! Хватит! Позажимали преданных!» «Товарищ Седов! Угомонись!» — хватая бывшего партизана за руку, заторопился Егор Егорыч, угодливо посматривая на Зурнина. «Оратора срываешь! Беспорядку лезешь! Можно ли без очереди слова пущать?» И опять посмотрел на Зурнина. «Правильно делаю!» Председательствующий на собрании красивый и прямоносый мужик Акинф Овечкин, с лоснящимися от кровьего масла чёрными, подрубленными в скобку волосами, тоже укоризненно покачал головой. «Что же это ты, Митша, как с цепи сорвался? Беспорядку-то дня, а? Всецело прошу мужичков в очередь записываться, а не ворчать так. «Ну, теперь у меня крылья выросли. Теперь меня коммунисты не запугают ни поджогом, ни смертоубийством. Все!» И Дмитрий Седов поднял шапку и, не глядя ни на кого, боком стал пробираться на прежнее своё место. «К порогу!» «Я закончил. Пусть, — говорит, — повернулся Зурнин к председателю собрания. Но Седов сел, и только дрожащие руки выдавали его волнение. А мужики все молчали. «На, обсказывайтесь, гражданы!» «Единогласно!» — в очередь повестки не утерпел Рыклин. «Ну, что мы знаем, Егор Егорыч? Темный мы народ!» — начал умный и хитрый Масей Анкудіныч. «Ты ж у нас и книгачей, и СССРовский говорокаратель. Ты радива!» «Егор Егорыч, потрудись мира для!» «А мы что? Мы тихие!» «Ну, знамо! Темные мы!» — поддакнули несколько мужиков. Егор Егорыч потёр свою сливочно-жёлтую лысину с крупной вишнёвой шишечкой, поглаживая левой рукой широкую, но не длинную бороду. «Долго думай!» Правую картинно выкинул вперёд. «Тавагащи!» В руке он держал барсучью с серебряной осью шапку. Рыклин с силой потряс рукой и быстро опустил её, сделав одновременно шаг вправо. Зурнин не выдержал и улыбнулся этому. Мужики восторженно смотрели на своего орателя. «А? Бери, оры!» «Насчёт товаров, если можно так выразиться, смертельно справедливо, — обсказал докладчик. Да. И оно не в городу был. В лавках красный товар имеется. А в обмен на пушнину даже очень сходно. Но вот только насчёт налогов. Ну, на это, если можно так выразиться, на супротив докладчику должен сказать. А поскольку умом своим полагаю, постольку ходатайство тут нужно всем обществам. Просить о снисхождении с пчелиного улья, с морали ворога и со скотиней головы умерить это всё. Рыклин снова дёрнул рукой вниз и опять шагнул вправо. «Во? Вправо?» «Так ли, я говорю, мужички? Так ли?» «Во-во, в точку. Всё правильно, Егор Игоревич. Всё то. Как в воду смотришь!» Загудели с разных мест. «Вот актёр! Хитрая бестия!» Думал Зурнин, внимательно наблюдая за этим оратором. «Ари дальше! Кликай!» «Не втерпёшь!» «Миром упрашивать о пскоске!» «О пскоске!» — закричал неожиданно проснувшийся Емельян Прокуткин. «Да! О пскоске!» Егор Игоревич замахал на него рукой, и бородачи усадили Емельяна на лавочку. «Садай, не дрыгайся, а то сейчас скашу!» «Ну, опять же, насчёт лицом к деревне!» «И это смертельно справедливо!» «А вот насчёт батраков, значит, тут, — говорил докладчик, — это он совершенно резонно!» «Да!» «Только тут есть своя скрытая, если может так выразиться, идея!» «Только тут!» «А на данный отрезок времени я вношу резолюцию!» «Всё обсказанное докладчиком утвердить!» «У мэны е коллизия!» «Пидпиздэс и пидпиздэс!» «И вот так вот!» «Я, задаченный таким предложением, Зурнин быстро повёл собрание к концу!» «Аж быстренько!» «Раскольники, надевая высокие четырёхугольные шапки, стали выходить из сборни!» «Всё!» «И вот на рождественских праздниках, когда охотники вышли из тайги и загуляли, ночью вспыхнул Виркин Вертеп!» Зурнин только было собрался лечь спать, как в комнату с расширенной от испуга глазами вбежала Марина. «Бегите! Горит!» Сильно занедуживший Станислав Матвеевич с трудом приподнялся на постели и, задыхаясь и кашляя, спросил. «Хто? Кто горит, дочушечка?» Рыфи Лукич набросил в напашку куртку и всунул ноги в жёсткие валенки. «Веренею бабы избили, подпёрли и подожгли! Горит синим пламенем! Не люди, а вы люди!» В волнении Марина металась по комнате. Потом, вспомнив что-то, выскочила во двор и скрылась. «Ведьма горит!» На замерзших узорчатых стёклах окон вспыхивали грозные отблески пожарища. Без шапки, не чувствуя мороза, Рыфи Лукич бежал по переулку. Не успел он свернуть в улицу, как услышал частые удара колокола на звоннице. Зурнин понял, что это зазвонила Марина и облегчённо вздохнул. Он ждал, что вот сейчас из домов будут выскакивать полуодетые, как и он, люди, и побегут на пожар до Помахаты. Но деревня, как вся, вымерла. Никто не услыша. И даже светившиеся до того окна во многих домах, они вдруг потемнели всё. У всех стали хаты с краю. Казалось, хозяева, услышав тревожный набатный зов, они нарочно потушили все огни и притаились. «Туши, Лучейну!» Проваливаясь в глубоком снегу, Зурнин подошёл к большому крестовому дому с высокой заваленкой. И, с трудом дотянувшись до рамы, застучал в неё кулаком. За высоким забором двора залилась хриплым лаем, заходила на дыбках звеня цепью собака. «Пожар!» – не прекращая стука, прокричал Арефий Лукич. «Пожар! Подъём все! На те!» Но за стенами дома не ощущалось признаков жизни вообще. Хотя, обострённый чутьём, он и угадывал, что его все слышат. Зурнин бросился к дому напротив, но и там повторилось то же самое. Еле мерцавший в глубине дома огонёк ночника сразу же погас. «Никого нету! Дома!» Только лишь Арефий Лукич застучал в раму, всё, сразу же погасло всё. А набатный колокол всё захлёбывался и захлёбывался медным призывным воплем. «Да чтоб вы передохли все, бесчувственные!» И Зурнин не выдержал и снова побежал. У одного из домов он услышал голоса нескольких человек, прижавшихся в калитке ворот. Арефий Лукич подался к ним. Но люди тотчас же пропали, и калитка хоп и захлопнулась. И во дворе стало до жути тихо. «Пожар! Помоги!» Зурнин не докончил фразы, как над его головой просвистела полено. И зарылась в снег с боч дороги. «А? Заткнись, слышишь?» В два прыжка Арефий Лукич подскочил к воротам и надавил на калитку плечом. Но, задвинутая за совом, она не подалась. «Нет, на века строилась!» И стиснув зубы, Зурнин забарабанил в полотнище ворот. «Отворяй! Слышишь?» А за воротами он услышал только поспешный топот ног и хруст плетни, чье-то приглушенное ругательство. И потом и тут все смолкло. Зурнин снова побежал, но теперь он уже не кричал и не стучал в окна. Только лишь теперь увидел он горящий, осевший одним углом, будто вросший в землю домишко веренеи. Как возбужденное состояние его прошло. Только это и увидел. Все в нем пришло в равновесие, в спокойную уверенность. Еще издали он заметил, что и дверь, и ставни окон горящего дома были подперты жердями. Ступени крыльца, перила, стены дома. Горело все. Завивавшееся пламя подбиралось уже к крыше, заваленной тающим от жары снегом. Горела и березовая жердь, которая была приперта дверь. Было ясно, что в доме задыхался человек, что затаившиеся повсюду люди равнодушно ждут, когда рухнет Виркин вертеп, когда она сдохнет, что едва ли кто придет ей на помощь. «Сдыхай там!» Да, Зурнин многое видел за эти грозные годы. Но страшные безлюдья, даже ребятишки, не сбегались на пожар. Вокруг горящего дома с запертым в нем человеком это просто потрясло его. Ну как так можно? И он сорвал с плеч куртку, бросил ее на дорогу и стал забрасывать огонь снегом. В тот момент, когда он нагнулся, из темного переулка ударил вдруг в выстрел. Бах! И пуля обожгла левый локоть и вырвала из рук куртку. Зурнин снова наклонился и, ничем не выдавая своего волнения, медленно повернулся в сторону стрелявшего в него из-за угла раскольника. Спокойствие, с каким Зурнин ярко освещенный огнем пожарища, как мишень один стоял перед смертельной опасностью, очевидно, подействовало на злодеев гораздо сильнее угроз и криков, потому что новых выстрелов не последовало. И вот к домишку вдовы наконец-то побежали люди. Набатный звон сорвал с постели сердечного дружка Веринеи тишку курносенка. «Курносый бежать!» Не попадая в рукава полушубка, в обудках на босу ногу мчался Дмитрий Седов. Держась за руки, бежали Селефон и Марина. За ними, перейдя с бега на шаг, схватившись рукой за грудь, с широко открытым ртом шла задохнувшаяся грузная старшая сестра Веринеи, Матрена Погонышева. Ее обогнали, что-то крикнув ей на бегу, Герасим Петухов с женой. Следом пробежали Акинф Овечкин с дочкой и Фома Недовитков. Но никого из них не видел Зурнин, стоявший у самого пожарища. Накрыв голову и плечи курткой, он ринулся в огонь, вышиб подпиравшую березовую жердочку и распахнул дверь. И пахнуло! У самого порога Зурнин наткнулся на задыхающуюся в дыму вдову. Схватив ее, тяжелую и беспомощно обмякшую за плечи, Зурнин вытащил сквозь пылающий огонь и жар крыльца на улицу. Подбежавшие люди приняли от него бесчувственную Веринею. Руки его были обожжены в нескольких местах, валенки и мокрая куртка дымились при этом. Пожар потушили только к самому утру, когда уже серело, забрасывая снегом шипящее, словно сердящееся на людей, пламя. Откуда взялось столько лопат, какая сила помогла вырвать из бушевавшего огня старый домишко, никто в Черновушке не сумел бы рассказать. Помнит, Зурнин, как кто-то невероятно сильный поднял и словно мальчика посадил его прямо на крышу сеней. Как вслед метнули ему туда же лопату, и он стал обрушивать в пламя с крыши целые вороха тяжелого, подтаявшего снега. Зурнин давно уже работал в одной косоворотке. От жара и дымной копоти пот заливал ему лицо. Измазанный в саже, отваленных до опальных волос, кому-то что-то крича, он сверкал белыми зубами. В возбуждении Зурнин словно и не чувствовал усталости. И оно всегда так. И только когда, обуглившийся до самых карнизов, но спасенный домишко вдовы окончательно перестал уже дымиться, Зурнин и его новые товарищи сели на разломанное крыльцо, как у разбитого корыта. Захватив глыбку зернисто-голубоватого снега, Арифилукич стал тереть им лицо, смывая сажу. Мороз сразу же прохватил его. Он почувствовал, как ноют плечи, руки, ноги и все тело. О-о-о! Но и смертельная усталость и боль во всех членах не заслонили радости первой победы. А что сегодня он одержал первую большую победу, Зурнин не сомневался ни на одну минуту. Он нашел в Черновушке единомышленников и друзей, готовых разделить с ним трудности и опасности, которые вот так вот рукой помогли ему, невидимой. Задумавшийся Зурнин вдруг поднял голову и, обращаясь к отдыхавшим рядом с ним Дмитрию Седову, Селефону Адуеву и Герасиму Петухову, сказал. Дмитрий Дмитрия, Селефон Абакумович и ты, Герасим Андреевич, приходите ко мне вечерком чайку попить. Чайку бахнем. У меня до вас дельцы есть. Селефон Абакумович и ты, Герасимович. Продолжение следует... И вот в Черновушку ворвался вихрь черный, и деревня заволновалась. Громче кричали старики на сходках, отстаивая вековую нерушимость дедовских заветов. А каждый в глубине таил неопровержимое и нес его на сход, чтобы кинуть в еретиков, как тот камень, в лобо. Каждому доказательства его казались самыми непроложными, неопровержимыми, потому что взяты они были из святоотеческих книг, отче. Раскольники — издревле книжники. Один только дед Агафон Евтеич не бывал на собраниях, а нашего но. Он просиживал праздники за Кирилловой книгой. Но и за чтением дед не мог не думать о мирских делах, и к вечеру тревожно ждал собрания соседа, Мосея Анкудиныча. Сидел, пришлухивался, уронив на колени жиловатые руки. — Ну, як там воно? — Ах, что не сход, то и на вина, — еще на пороге начал Мосея Анкудиныч. — А напридумывали. Уж на что, по-первости, продразвершики наезжали, а? Уж на что? Скуль глотку не подерут, не побьются, а к бездорожью из лет простыл. — Опять десять месяцев живи без чужого глазу. — Никто не приедет. — А тут и то не так, и то не так, то да цьо, всяк не так. — От такой. А самое главное, Агафонов Теич, смута промеж своих пошла, несусветная. Митька Седов да Гераска Петушонок, о-о-о, як горло деруть. — Школу шведскую давай подавай им. Артельну маслоделку давай. Масло делать будем. — А то. — Ну я, конечно, в резон. Ну шо, жили без школы, да жили. И сыты были, и ничего себе. И законы блюли, и все, выблюдали. И по дате платили, то ж. — Не надо нам о-то. Вот и все. Не нужон. — Маслодельной маслоделкой тоже. Тоже не нужон. — К чему мне ваша молоканка, когда у меня у самого сепаратор стоит? А так же и всякого справного мужика тоже. Все в доме есть свое заготовлено. — А им о том мизинец вот это только всунь, да и высунь. А там и всего в коммунию ту затянут. — Что, коммуния. — Да, да. — Ай, хоть беги, Масеян Кудинич, хоть ты беги. — Чекай звідси. — В леса бы. — Да и леса тоже вон обрубатися стали. — Да? — Да. — Ой, дожилися мы с тобою, о. Одним словом, горька ягода каліна. — Ну, дожилися на свою голову. — Тьф, а им-то что? Смеются только. — По толки, говорят, поди, до дыр провздыхали старички, да? — До дыр дырочки. — Тьф, да який теперь там народ? Одна республика. — И дед Агафон задумался. На коленях его лежала раскрытая книга. — А я так тебе скажу, Анкудинич, — нарушая молчание, скорбно заговорил он. — Лучше одрешитися от сього белого свету и живым погребтись в могилу. — И видом не видать, шо тут робиться, и слыхом не слыхать. — Мой-то внучок селька-то он вообще шо выкинул. — Ну, не прохвостов ли сын на какое дело решився? — С новоселочкой, о-о-о, с поганой комсомолкой безо всякого моего благословения, церковного согласия в сельсовете укрутиться хоче. — Ты понял чи не? Ты диви, шо робиться. — А это разве брак? — Брак, браком. Не назовуть брак. — Это соседушка БСУ, радость. — Черт на плече, так и прыгает. — Без забудков выгнал того отступника. — От смотри сюда, Масейн Куденыч, смотри сюда. — Дивися, шо про эти дела вот об этом месте сказано. — О, читаю. — Блудник, любодей и срамословец на единой колеснице сидит. — Ибо ненавидит Бог блудодея и срамословии, яко мы пса гнушаемся мертва, смердяща. — О, як книжка пише. — О, да. — Ведь священное писание поди, говорит, Масейн Куденыч. — Святые буковы. — Ай, да. А все он, табашник и бритоусец, все он смущает. Все он, сухопар и бес, против всего мира делает. Оно все до этого идет. А так мы и пройдем. — Ой, опорный, не приведи Господь. Да ведь как завлекает-то в свое гнездышко. О, ты диви прямо. Тепленько. Как опутывается, как та змеюка. Книжки всякие супротивные молодежнику вот это читает. И вот это ж знает, кому читать, кому вот это в тыковку все дойдет, достучится. Ведь знает, ведь знает. Все рассказы, рассказы свои рассказывает. В трубу большущую. В трубу большущую, таку играет. А сам все на коммунистическую партию вот это сворачивает. О, коммунисты. Табачище вот там жгут. Аж дым идет. — О, не дай Господь, не приведи, Агафон Евтеич. — О, весна бы поскорей. Вот ее только с собой и возьму на пасеку. Целуя толстую в Софьяновом переплете книжечку, прослезился дед Агафон. — Агафон Евтеич, соседушка мой дорогой, попускаться в этом деле не я, князя. — Не можно. — Потому в горчичном зерне поступись. — От всего потом откажись. — От такой. — И я, и Егор Егорыч, мы все так думаем. И старик прижал желтую бородку к самому уху деда Агафона. Маленькие глазки Масеян Кудиновича сразу же засверкали. Борода запрыгала по воротнику зипуна. О, загорелась. — Миром только. Мир — волна. Миром и лесину без топора повалишь. Дед Агафон растерянно посмотрел на соседа и испуганно замахал на него руками. — Что ты, что ты, Масеян Кудинович? Что ты, ты? — На паску вот я на пасику подамся. Там тихо. — Туда не дойдет. — За глазами и сердце болеть не будет. — Да. — Очи не бачать — сердце не болит. — Я буду там за своими пчелками. — Дорогой товарищ Быков. Я сразу же на них сконцентрировался. И даже, хоть и стыдно сознаться в этом, усовестить вздумал местного уставщика Амоса. — Ты хорошо представляешь себе кержатского попа, да? — Еще та попа. — Не буду хоронить, не пущу в церкву. — Угу. — Вот его жупелы для смирения темного своего стада. — И все. — И как после этого потом? — И не народися без церкви, да? — И не помрешь. — Вот так вот. — Вот как страждают. И эти полуграмотные ханжи и лицемеры держат здесь народ своей власти. Перед Богом. — Если мы с этим смиримся, так о серьезной работе в кержатской деревне долго еще нельзя будет говорить. Долго не наверстаем потерянное время. Пришла пора здесь тоже готовить почву для организации артели и поприжать распоясавшихся кулаков. — Да. — Так вот. — Явился я к попу Амосу. — Сознаюсь тебе. — Перед тем, как идти, я ночи три просидел над Иоанном Златоустом и этой Кирилловой книгой. — Какой подборчик. — А пойти к нему еще и потому мне захотелось, что насчет школы думаем мы здесь. И, конечно, школы советской. А поп так кержачков настроил, что они все протестуют там. Они все стоят за ту попу. А он сам, видишь ли, ребятишек школит, сам вышколит. За немалую мзду зимами обучают церковно-славянской грамоте. Да. На свою сторону переманивает. И тоже знает, кого тянуть. Молодых. Лет за пять у него питомцы часы, кануны, да и шестопсалме отдирать научатся. Все. И все. Ладно. Двуперстие. Ты только приставь, я ему этого из Иоанна Златоуста. Говорю. Сладостен убо цветник и рай. Много же сладостнее книжное пропитание и розум. Да, так и отчеканил. Розум. А он и отрубил мне. Вся жизнь и все образование наше должно зиждиться на святоотеческих книгах. Ибо там уже сказано. Аще кто убавит или прибавит к тому. Я же написахом. Да будет проклятый. Ах. Вылетел я от него так, не помню как. И уже теперь, конечно, больше таких лаптей я не сплету. Все. Хватит. Видишь, куда завел меня твой совет о сугубой осторожности с кержаками. Угу. Попа Амоса сейчас мы, между прочим, с поличным поймали. Случай такой любопытный подвернулся. Сейчас пастырь духовный оказался блудник. Воспылал страстью к необыкновенно душевной и красивой новоселке, комсомолке Марине Величко. В баню к ней вломился. Она его кипятком обварила. О! По той попе. Того попа. Девушка рассказала все своему жениху. И хороший молодой парень, в ячейке он у нас теперь кандидат. Ну, ты понял. За то, что решил парень жениться на комсомолке Новоселке, дед Раскольник выгнал его из дома. И все. А брачную запись в сельсовете кержачки и не признают. Все. Приехали. Поп же прямо ослеп от страсти и опять пристал к Марине. По делу как-то она вечером к дочке его зашла. Девица не будь плоха, за бороду его доклок волос и вырвала. За ту бороду. Загадывай желание. Жених ее парень горячий. На дыбы собрание в сельсовете специальное потребовал. Поп хотел было вывернуться. Клевета. Видит Бог. По злобе это на пастыре вашего клевещать. Но клок волос и посторонняя баба, видевшая всю эту историю, это улики неопровержимые. Смеху было у молодых. Ох, смеху. А старики и тут стояли, точно свинцом налитые. Бурное было собрание. Да. Немало чего уставщику припомнили. Солдаток, например. И не выдержал он. И сбежал. Все. Чтоб мои очи не бачилы. Ячейка у нас пока еще очень маленькая. Всего четыре человека. Докладываю. Станислав Величко и Дмитрий Седов. Селефон Адуев и Герасим Петухов. Кандидаты. Анкеты все прилагаю. Народ по здешним местам первый сорт, особенно Дмитрий Седов и Селефон Адуев. Комсомольцев и комсомолок пока что, кроме новоселки Марины, Марины Величко, пока что нет. Нет. Но будут. Пишу тебе так не связано потому, что от здешних дел я взволнован необычно. Необычайно. Раслонейница пошло. Оно наконец и здесь вышло. Расслаиваемся. Тяжел воз и ныне там. А как ты говорил, везти надо. Есть такое слово. Угу. Ну, с места мы, правда, его стронули. Дальше пойдет. Граммофон и пластинки получил от тебя вот недавно. Если бы ты знал, какую службу он уже сослужил нам и как его встретила молодежь. Граммофоны. Хорошая труба. Переживаю с ними вторую свою партийную молодость. Как будто вчера только вступил в партию. Ейбо. Светло. Радостно здесь мне. С молодежью. И еще раз убедился в великом счастье переделывать сырых людей в большевиков. С мету на школу, на пункт ликбеза и наши соображения по этому вопросу пришлем тебе волос со следующим уже попутчиком. Так что поддержи. Подмогни и ты там. О. Зурнин. П. С. Послесловие. А киржачки-то меня убить хотели. Стреляли. Да, видать, рука дрогнула. А теперь уже точно знаю. Не посмеют. Время упустили. Теперь я не один. У меня целый актив здесь. И все активные. Ты только подумай. В Черновушке партийная ячейка. Ха. Скоро и артель так сколотим. Ха. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый божий день в 18-го. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова, споки-ноки.